Здравствуйте! На государственном телеканале «Запад» на Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Азербайджанский кортеж движется в сторону Варанды. Постоянный координатор ООН в Армении встретился с представителями вынужденных переселенцев из Арцаха. Противник ввел огонь в направлении жилого дома Степанакерта из сел Шошмах и Тарашен. Мониторинговый комитет ПАСЭ призвал Азербайджан немедленно вернуть армянских пленных. Новости из Республики Западной Армении. В Армении будут созданы два историко-культурных заповедника. «Я армянин и знаю, что за день 24 апреля». Кенрих Махитарян. Многие архивные материалы и статьи, относящиеся к Григору Зухрапу, будут представлены к юбилею автора. Кортеж в составе около 30 азербайджанских автомобилей в сопровождении российских миротворцев направился в Варанду Физули, по дороге ведущей Степанакерт. Кортеж состоит как из военной, так и из грузовой техники, кузов которой закрыт. При внешнем осмотре непонятно содержимое кортежа. Напомним, что после Второй Арцахской войны часть исторических земель Арцаха была оккупирована и контролирована с Азербайджаном. А после подписания трехсторонней декларации 9 ноября 2020 года указанная дорога находится под контролем российских миротворцев. Фактически, у Азербайджана нет возможности обеспечить связь между оккупированными ими армянскими территориями без поддержки российских миротворцев. Согласно информации, в ходе встречи в офисе ООН в Армении обсуждались вопросы защиты прав ВПЛ, внутренне перемещенных лиц из Арцаха, возможности более эффективного сотрудничества в рамках компетенции агентства ООН, оказания социальной, культурной, медицинской и другой помощи. Были обсуждены программы для вынужденных переселенцев, культурные вопросы на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Вопросы связаны с угрозами армянским памятником. Противник стрелял в направлении Степанакерта и сел Махитарашен и Шош. Об этом пишет HEDG.AM. 20 апреля противник обстрелял жилой дом в Степанакерте. При этом были произведены выстрелы в направлении сел Махитарашен и Шош. В Степанакерте пробита крыша жилого дома. Пострадавших среди жителей дома нет. По словам хозяйки дома, к семье пришли российские миротворцы и сотрудники полиции, которые унесли с собой пулю. Мэр села Шош Эрик Абрамян сообщил сайту, что 20 апреля около 15.00 в направлении сел Махитарашен и Шош в течение 15-20 минут велась стрельба. Как сообщил начальник управления информацией и общественных связей Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Республике Арцах Унан Тадевосян, по факту стрельбы в Степанакерте ведется расследование. В селах Шош Махитарашен стрельба не расследовалась, но по слухам распространяющимся среди жителей она могла производиться. По его словам, сегодня, 22 апреля, полиция сделает официальное заявление. Мониторинговый комитет парламентской ассамблеи Совета Европы выступил с заявлением, в котором содержится призыв к Азербайджану немедленно вернуть армянских военно-пленных. Как сообщает Армен Пресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава армянской делегации в ПАСЭ Рубен Рубинен. Мониторинговый комитет ПАСЭ недавно выступил с заявлением, в котором содержится призыв к Азербайджану немедленно вернуть армянских военно-пленных, написал Рубинен. Вопрос об армянских военно-пленных, содержащихся в Азербайджане, обсуждался в политических группах в рамках весенней сессии ПАСЭ 19 апреля. Этот вопрос также обсуждался на пленарном заседании ПАСЭ 20 апреля. Пункт 8 совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко подчеркивал обмен военно-пленными, заложниками, другими задержанными и телами погибших. Но Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военно-пленных. Землетрясения разной силы произошли в ряде регионов Западной Армении. Пострадавших в результате землетрясений нет. Натуральные перевернутые тюльпаны, цветущие весной в высокогорях Западной Армении, широко известные как плачущая невеста, приобрели большую популярность как в стране, так и за ее рубежом. В Ердзенке готовится проект, в связи с чем будет проведен специальный селекционный процесс для включения этих цветов в группу декоративных растений. Решением правительства Республики Армения в Варагацонском районе будет создана Дашадемская крепость, а в Варарадском районе – столица Двин, государственные историко-культурные заповедники Варарадской области. Как сообщает Армен Пресс, проект решения по этому поводу будет включен в повестку дня заседания правительства 22 апреля. Этим же решением будут созданы филиалы историко-культурных заповедников Дашадем, Амроц и столица Двин, государственные и коммерческие организации, историко-культурный заповедник, музей службы охраны и исторической среды. Капитан и лидер сборной Армении, полузащитник Ромы Генрих Махтаян заснят видеоролики, посвященном 106-й годовщине геноцида против армян. Помимо Махитарянов, видео были засняты многие известные представители армянской общины Италии. В том числе чемпион мира по кикбоксингу Джорджо Петросян, врач Александр Александр Александр, Армен Петросян, профессор Заруи Покусян и другие. К 160-летию писателя-публициста Григора Зохрапа будет организована временная выставка, посвященная классику. Как сообщает Армен Пресс, торжественное открытие выставки состоится сегодня, 22 апреля, в Музее литературы и искусства имени Чарренса. Из фонда музея будут представлены фотографии, письма, статьи по армянскому вопросу и реформам, автографы и другие произведения и архивные материалы. Выдающийся писатель, юрист-политолог Григорь Зохрап родился 26 июня 1861 года в Константинополе. Зохрап избирается депутатом парламента Турции. В своих выступлениях в парламенте он защищал интересы национальных меньшинств. Он принимал активное участие практически во всех парламентских дебатах. Прилагал усилия для принятия парламентом справедливых законов. Он говорил о себе и о сторонней Конституции. Зохрап был зверски убит в июле 1915 года во время гейдонцида против армян, направляющихся в ссылку. Далее для вас Асмик Бахдасаен, песню Долуханяна Голу. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok